хэштег плагиат не смейся пей 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 спасибо пожалуйста спасибо ударь давай смертный крыл можно было и без этого обойтись всем привет и приветствовать моем канале у микрофонок как всегда плагиат и сегодня неожиданно для себя и наверное для вас у нас снова контроль воин да контроль воин уже был уже был даже рекрут воин по моему однако в В этот раз у нас новая задумка от Фибоначчи, которая называется Гибрид Воин, ну, как он это назвал, Гибрид Контроль Воин. Почему Гибрид? Так потому, что он сочетает в себе не только различные карты, которые присущи только Контроль Воину, но и также Бедоруб, например, да, то есть это отличительная черта Воина на вербовке. Таким образом, собрав эту деку, поиграв, Фибоначчи взял, внимание, седьмой ранг Европы, седьмая легенда. Довольно-таки неплохо для Контроль Воина, который считается за нижний тир 2, поэтому, думаю, колода не просто хороша, а чересчур хороша и достойна пристального внимания со стороны сообщества, поэтому сегодня у нас геймплей будет именно по ней. Прямо сейчас мы попались в очень... попались против довольно-таки неприятной колоды, это, как вы уже могли заметить, дрожеглот-шаман. Чего-то, что поможет мне забрать Акалита, сразу 3 хп ему снять как бы есть, но не хочется тратить, например, тот же мощный удар с щитом, поэтому давайте дровнем сюда, хотя и сюда хотелось бы отдать, но неважно. Вот, она может прийти очень... мы можем лузануть примерно на девятом ходу, если он все-все разыграет. Короче, в этом матчапе стоит надеяться только лишь на какую-то невероятную давку с нашей стороны, например, если я сохраню сейчас этот кровавый клинок и на восьмой выстрелю гниломорда сыграю внутреннюю ярость, все забудьте. Вот, неприятно. Хотя хорошо, что он отдал сейчас вот прямо с лизняка, то есть если мы будем экипировать бедоруб, то все будет ок, он ничего не сломает. Давайте прямо сейчас потратим трупу войны, здесь я не буду использовать руку мертвеца, потому что рука довольно-таки плохая. Ну как, относительно плохая, не самая лучшая, давайте от обратного. Вот, поэтому руку мертвеца сейчас сиюзать не буду. Вы, наверное, сейчас идите и ждете. Плагят, ну когда ты уже, блин, скажешь, какие замены? Я вообще-то на заводе работаю, 24 на 7, не могу прокормить семью, а еще нужно как-то в Харстоун играть, какие-то колоды собирать. Почему снова так дорого? Ну, очевидно, потому что это контроль воин. Извиняюсь, но колода реально очень интересная, и мне очень хотелось с вами поделиться ей, поэтому, ну прям рили не удержался. Ну давайте потратим. Черт с ним. С этим грамблом. Посмотрим, что нам гниломорд принесет. И взамен здесь можно экспериментировать, просто у вас поле для экспериментов, так как контроль воин — это колода, которая имеет буквально несколько ключевых карт, да, таких вот как... Ну, это зависит от того, на каком вы контроль воине играете, да, то есть есть, например, нечетный, который, значит, благодаря своей билке намного более живуч, однако у него есть проблемы определенные. Но одна из таких — это, конечно же, отсутствие казней и прочих хороших четных карт. Хэштег плагиат не смейся. Чем колода невероятной... Нет, пожалуйста, не говори, что у тебя два хекса. Это будет так... Я буду в таких расстроенных чувствах, что я перестану записывать этот ролик просто, рили, чувак. Перестань. Какой шанс того, что гниломорд вообще гниломорда призовет? Кто-нибудь в комментариях напишите. Это хекс, да? Хорошо, один хекс. Я согласен. Нет, не два. Хорошо. Чего? Окей, окей. Окей, 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 окей. Владыка сразу же. Забираем для стола. Я нанесу 4, это не очень хорошо, как бы хотелось бы с граммаши нести 10. Но, ладно. Окей, окей, я согласен. Единственное, с чем я не буду согласен, это если он сейчас выставит... А, не выставит, точно же, молнию потратил. Отлично, он сейчас будет по темпу отставать. Да, ну, давайте в следующей катке я расскажу там по заменам. Сейчас довольно-таки интенсивная тема происходит. Хотелось бы победить этого челикса. Пока что все шансы есть. Окей, он отдаёт даже вулкан. Вулкан замедляет его темп ещё сильнее. Это нам в огромный плюс. Выставлю детёныша, не буду какую-то невероятно крутую дичь. Ну, точнее, не буду замедлять темп, хочу его давить. Если он дрыжеглот оставит и срабатывают все нужные кличи, то очевидным образом мы отлетаем. Обидно, согласен, но что поделать, это жизнь. Чё уж тут скромничать. Выставление дрыжеглота, это на моментальный гг. О, это супернайс. Блестявки, блестявки. Ну, блестявки за 6 сойдёт, я думаю. Как бы... Вау, такая блестявка за 6, всё отлично. Вот, но опять же, не очень приятно играть против дрыжеглот-шамана, потому что всего лишь одна карта, всего лишь одна карта после выставления определённых боевых кличей, да? Да, он не сыграл ещё ни одного комара, то есть это не так уж будет и жёстко выглядеть, да? Но, блин, даже несмотря на это, выставление дрыжеглота, ну, слишком какая-то колода имбовая. Дрыжеглота, кстати, в последнее время её стали обновлять тем же Хеммингом, да? Ух, братан. Вот и жизнесос этот вонючий появляется. Так вот сделаю только для того, чтобы мой лич как можно дольше жил. Возможно, следовало сыграть руку Миртеса до этого, но у меня слишком много мусора. Вот это супер хорошо, то есть он Хекс не сможет дать больше, но мне нужно больше существ. В идеале Дикорога Матриарха отобдекнуть и всё, и идти ему в лицо. Булдажировать, ну или его, окей. Минус 10. Да, не очень приятно, как я уже сказал. Не люблю играть против этой колоды. Ну да, там есть определённый шанс того, что он вообще ничего не дровнет, да? То есть куча-куча каких-то плохих моментов негативных. Однако, опять же, у меня происходит так, что он даже дрыжеглота может выставить сейчас. И сработает сразу же боевой клич Грамбла. Давай, давай, давай. Грамбла. Нет. Ну вот, 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 типа дефолт. Он сначала нас павит, и потом сработает Грамбл. Вот 24 на 7 я выставлял, когда играл на этой колоде, и всегда выпадало всё, кроме Грамбла. Ну, сори, вот такая вот игра. Неприятно, конечно. Тут бесполезно, на самом деле. Тупо второй ранг. Найс. Более честный матчап в этот раз против чувака, который напоминает нам, что о смерти нужно помнить. Вот. Да, несмотря даже на то поражение, я хотел сказать, что дрыжеглот шаманта один. Довольно-таки отрицательный матчап. Ну, сам, один из неприятных матчапов, на которые мы можем попасть. Второй, это Таунд Друид, который количеством своей ценностей может нас просто вынести. И против него, если вы будете сталкиваться с огромным количеством Таунд Друидов, я могу посоветовать хорошую замену. Это Мастер Замыкалец. Если вдруг кто не знает, это классическая легендарка за три маны. Я её, естественно, покажу. Чё, я её показывать буду? Она используется далеко... Ну, очень редко, я бы сказал. Вот. Потому что люди не до конца уверены, что стоит вообще её играть и т.д. и т.п. Вот. Сейчас... Так, сколько тут будет? Три плюс пять. Да, наис подходит. Ну, они такие хитрожопые уничтожение этого великана. Через всевозможные манипуляции. Ну, а чё поделать, братан? Да, это потрясающе, зато ты меня великаном не зарашишь. Мехмастер Замыкалец. И по целым заменам вы также можете сюда добавить Харрисона Джонс, если вам будет не хватать замен. Добора я имел в виду. Вы можете также сюда, например, добавить вместо геоскульптора, если у вас нету, или гнила морда. Потому что это... Ну, как бы я прекрасно понимаю, что эти легендарки, они очень ситуационные, и они классные. И даже в этом классе, да, они играют далеко не во всех колодах. Вы можете использовать другие легендарки, типа Аликстразы, Изеры. Тех же, кстати, эпических Дьявозавров, которые в Рекрутханте используются широко. Вот. Они тоже довольно-таки неплохо будут подходить. Всё, это, конечно, замечательно, то, что я говорю. Но тут не очень всё приятно получается, если посмотреть. Не буду, естественно, кто на меня использовать, потому что против чернокнижника на полную руку дать хотя бы один этот спелл. Это уже себе подписать смертный приговор. Очень аккуратный бутес, кто на меня. Весьма хорошая карта, но это, как бы... Его ещё нужно уметь использовать, я бы сказал. Да, я ставлю монетку и короля Моша вместе с тропой войны, чтобы у меня была ещё одна стопроцентная зачистка, которая позволит мне... Здесь не буду отдавать казнь. Которая позволит мне иметь, ну, как бы, 11 маны на ходу определённом, на десятом. Вот. И зачистить любой стол против чернокнижника, потому что я уверен, потому что я знаю, что чёрные чернокнижники не играют карты с божественным щитом. А играю всего лишь этих инферналов, которые уже надоели. Ну, ничего. Ну, ничего, давай, громаж. Сразу же отбиваемся. Плюс навязываем ему борьбу на столе. Конечно, он сюда потрастит оберег, но... Как бы стол, он выстроить какой-то супернормальный не сможет, который он мог бы. Поэтому, да. Оберег. Ну, и оберег. Больно, но терпимо. Отлично, ещё одна казнь. Хотя, знаешь, даже не сюда. Просто солью этого демона, чёрт с ним он как бы наносит больше урона. Логично. А это я всё равно заберу с боевого ключа Моша. Вот. Таким образом играю для того, чтобы затопить гниломорда. То есть, чтобы он при выставлении хоть что-то мне дал, да. Вот. Моментально. И внутреннюю ярость. Надеюсь на внутреннюю ярость, чтобы она там декнула. И я смогу что-то сделать. А так, у нас есть 100% зачистка стола против него. Хоть сейчас у него и не сверхсильный стол. Выставить ещё два существа или, ну, не знаю, хоть что-нибудь. Великана в идеале. Интересно. Достоин ли этот стол для того, чтобы я его зачистил красиво? Вообще я могу сыграть тропу войны просто пять раз. Просто так я активирую с кровавым клинком всё, что нужно Мошу, да. Поэтому, да, давайте лучше через тропу войны зачистим. Пока что. Всё-таки Моша я хочу потратить, когда у него будет кровопийца гулдан. Всё, четыре урона я могу на себя принять. Опять же, мы играем против такой колоды, у которой нету какого-то супер-жёсткого бёрст урона, да. То есть он не может нанести 15-20 урона в один ход. Поэтому я могу себе позволить принимать какие-то дополнительные четыре урона в лицо. Играя жадно, но так и нужно играть на контроль войне, правильно. То есть тут вы максимальную ценность стараетесь получить. Великан, изи. Решаем проблему по мере поступления. Да уж. Тем не менее, а ругал на себя байтит внимание. Потому что никто не захочет. Спасибо, спасибо. Бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей. Спасибо, пожалуйста, спасибо. Ударь. Ударь, не думай вообще. Просто бей. Найс, спасибо за ещё легендарку. Оп. Най. Эх, да, я знаю, что ошибка была, братан. Спасибо хотя бы, что дал мне тело 5-5. Шалко, не могу её взять из себя в руку. Так бы не помешало, чё. Ну да, я так и знал, что он сутапит под осквернение. Ябатское пламя дал, у тебя хп нормально. Отлично, он по темпу нереально отстал. Это была ошибка, очевидно, но... Где же... В каких геймплеях я ещё побеждаю? Только там, где оппоненты мисплеят. Иначе всё. Это обидно. Если он 2 поставит, это будет мега обидно. Хераты, злодий. Я надеюсь, понимаете, зачем я это делаю. Если не понимаете, то... Походу, вы не топ игрок. Объясняю для тех, кто не понял. Сейчас я экипировал кровавый клинок. Ударил им для того, чтобы у меня был предсмертный хрип готов в любой момент нанести всем один урон. Тем, кого он воскресит с его ДК. Разыгрывать ДК, ну хватит! Нет, это не то, это не ДК, чувак, мимо. Ну я ж не могу так играть. Ладно, леча, байчу на то, чтобы он трейдился с ним. Вот. Ну да, я так и понял, что этот чернокнижник жадный, как бы, и он будет выставить сначала всех крюконосцев, потом выставить всех гомункулов, и только потом сделать ДК. Иначе, ой, 2 существа не хватает, надо что-то делать. ДК. Спасибо. Идеальнейший сетап. Чувак это, ну, скорее всего, знает. Я хотя бы надеюсь на то, что он подозревает, что я вообще с ним могу сделать. Идейший просто мув от меня. Король Мож, гениальнейшая карта. Спасибо тем, кто дизайн сделал для этой карты. Да, именно дизайн. Кто в последнем ролике писал, что дизайн это картинки, и земля вам пуха. Сначала почитайся штукой геймдизайн, но это так просто, вдруг для общего развития. Я вообще-то заботился о своих подписчиках, и даже самых умственно отсталых. Вот. Угу, угу. Он навыставлял уже все, что мог. У него там из существа остались сущие пустяки. Поэтому, знаете, что я делаю? Я делаю вот так. Я делаю вот так. Красиво? Прекрасно. Замечательно? Замечательно. Давай. Смертный крыл. Можно было и без этого обойтись. Тупой школьник на плагиате, который уже надоел дебать. Это уже никому не интересно. Это настолько уже мертвый тренд, что хочется перестать смотреть твой ролик после этого. Но лайк я поставлю, да? Эх, next level, байты. По геймплею колода совмещает очень тонкий расчет, холодный, так сказать, расчет ресурсов, которые вы будете тратить на протяжении вообще всей игры. И, ну, так сказать, геймплей таких колод, как рекрут, воин. Да, довольно-таки звучит не очень, но шо поделать. Внутренняя ярость здесь, как бы я буду использовать просто как дополнительный урон. Черт с ним. Он потратил уже два оберега. Вот, больше у него не будет семерки. Вот тут обидно было. Тут что-то рил, обидно. Ну, здесь придется размениваться. Таким вот образом. Лучше я не увидел здесь, в этой ситуации. Не собирался делать бедоруб, и не соберусь до конца игры, потому что по усталости он на одну карту вперед, никакой добор я не собираюсь сделать. А рука мертвеца еще у меня будет бляха-муха, ну ты чертила. Капец, именно эта карта ему выпадет. Вот именно эта. Поверил уже и проверил. Хорошо, хорошо. Гнилой человек. Я сделаю вообще такой мух. Лул. Даже монетку. Мне не западло. Я поставлю монетку. Мне хорошо, мне прекрасно, мне замечательно. Мне нужно делать договор со смертью, потому что я не должен никаким образом сейчас... Слушайте, более отлично. Объясняю, почему я так сделал, почему не поставил матриарха. Дело в том, что если бы я его поставил, то он бы изичайшим образом отрядился бы с моим... Ну, с матриархом, соответственно. Для меня это абсолютно минусовой момент в этом матчапе, поэтому делаем вот так. Призываю еще одного матриарха с колоды. У нас все равно как бы больше карт. У него осталось, насколько я посчитал, у него остался еще один грибовар, еще один... Ну, я бы положил в колоду еще одну заступницу Синдарай, еще одного жука. Из заклинаний осталось оскорнение и... Возможно, там даже Синдарайки нету, просто он сейчас сетапит меня под адское пламя и все. Типа, что-то такого. Тут, конечно же, иду в лицо. Какого черта я должен что-то тут думать еще? Никакого смысла уже нету в том, сколько его существа стоят, потому что там... Ну, по моим расчетам, там вообще одно существо должно быть. Только грибовар еще и все. Да, это он. По пузырике. Еще один матриарх. Еще раз ударю в лицо и еще одну броню. Вот, таким образом, он тут заберет только одно существо, потрейдит. Вообще, мог здесь затрейдиться, чтобы он не смог затрейдить моего дикорога. Но это, по-моему, вин. Он уже слишком много тусал, если будет получать. И у меня еще будет бедруб сверху, плюс 9 урона в несколько ходов. У него и заклинание напоминает... Да, у него, короче, осталось искренение, 20 пламени. Все, это отлетает, челик. Даже если он будет в два хода сетапить зачистку со сквернением. Адское пламя, адское пламя. И искренение. Достойный матч, достойный. Вот этот матч достойный, как бы... Монетка. Достойный того, чтобы... Я, во-первых, его показал, и, во-вторых, просто достойный этой игры. Вот дрожжеглот шаман, это вообще совсем не так ощущается. Там чувствуется огромный перевес и довольно-таки неравные шансы. Здесь все по-ровному было. Хороший расчет, правильные подсчеты, использование карт, там взаимодействие с энергией, и прочее, прочее. Просто вот глядите сюда, примерно прикидывайте, как вы будете играть против чернокнижника. Там было пара микро-моментов, о которых я вообще никак не прокомментировал. Например, как я мулиганился, как я прочитал, ну, читал то, что у этих чернокнижников четных, например, я не умру же, да? Как у этих чернокнижников какой шанс того, что у них будут горные великаны и прочее, прочее. Да, буквально на писечке. Да. Сам себя укусил, в итоге выжил. Ух ты. Найс, найс. Неплохо сыграно. Что ж, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, геймплей вам понравился и показал, что скилл довольно-таки редко, но не решает. Но если ролик вам понравился, я буду очень рад вашему лайку и подписке на канал. Приходите на стримы, которые проводятся сейчас намного чаще в рандомные моменты. Просто подписывайтесь. А колокольчик не обязательно ставить. Он, если я буду стримить, то оповещение вам придет как только, так сразу. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Код колоды вы найдете в описании и в группе ВКонтакте. Надеюсь, ролик вам понравился. И мои поражения вас чему-то научили. И даже несмотря на то, что 2-1, да, так сказать, если я смонтирую не две катки, а три, которые были, то есть у меня два поражения, одна победа. Даже несмотря на то, что побед было меньше, вы понимаете, почему я проиграл. То есть это было как бы не из-за колоды, а из-за вот самого Хардстоуна. Только Бену не говорите. Эх, он же. Еще раз большое спасибо за просмотр. А за микрофоном был, как всегда, Плагиат. И увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok